В природном земледелии лук-порей нам нужно только вырастить рассадой и высадить в открытый грунт, а потом замульчировать. Больше никакого ухода за луком нет. Здравствуйте, мои дорогие друзья, садоводы и огородники! Я Маша Васильева и вы на моем канале Сад, Огород и Зимняя Теплица. В этом видео я расскажу вам, как выращиваю в природном земледелии лук-порей от посева семян и до сбора урожая. Приглашаю вас в мой сад. Семяночки голландские семена, они вот такие вот маленькие, они обработаны вот так вот зеленым таким составом, их замачивать не нужно. Я не замачиваю вообще никакие семена никогда, ни в чем, ни на сколько, никакой ни в водке, ни в воде и в прочих жидкостях. Потому что зачем, если без этого все прекрасно всходит. Друзья мои, нам понадобится подложка под ламинат. Это такая тоненькая, тоненькая, такая вспененная, значит, подложечка. Бывает такой материал немножко поплотнее, он бывает иногда и в посылках, там и еще в каких-то там, в обуви, в коробке тоже иногда бывает такой же материал. Так вот, толстый материал нам не подойдет, потому что в нем будут мучиться растения и, в общем-то, погибнут скорее всего. А вот этот тоненький, тоненький, такой прозрачненький, он нам и нужен. Он так и называется, подложка под ламинат, продается в строительных магазинах, стоит гигантский рулон просто 100 рублей. Это копеечное средство, которого хватит вам на всю оставшуюся жизнь. Дорогие мои друзья, еще понадобится туалетная бумага. Не обязательно, но мне понравился эффект, потому что сцепление с бумагой у семян лучше, чем с подложкой. Раньше я резала подложку 10 сантиметров, прямо такой же, как и бумага, вот такая же по ширине, как и бумага. Теперь я немножечко подложечку делаю побольше, для того, чтобы отступить от края вот так туалетную бумагу. Почему я это делаю? Потому что в процессе жизни я поняла, что туалетная бумага, когда она намокнет, она вот у нас вот тут появляется, вот прямо вот здесь с краешку, когда она намокает, она желтеет, а потом начинает образовывать какие-то налеты, неприятные какие-то налеты. В общем, мне это не нравится, меня жутко раздражает, я всегда борюсь со всякими патогенами, вот, и поэтому мне это не нравится. Сделав вот такое отступление, эта бумага полностью оказывается там под землей, никакого этого действия я уже там не вижу, и ничего она там уже не наращивает, не желтеет и не раздражает меня вообще никак, ни в коем случае. Укладываю на подносик, вот так вот подложечку, чуть-чуть отступаю от краешка, значит, у меня будут посажены семена вот в этом месте. Они будут посажены прямо на туалетную бумагу. Для чего я это делаю? Сцепление хорошее за бумагой, мне так нравится больше. Но еще раз повторюсь, не обязательно. Вот таким нехитрым, значит, приспособлением я пролью бумажку фитоспорином. Фитоспорин – это биофунгицид, который позволяет нам бороться со всяческими патогенами, гнилями и прочими-прочими неприятностями. Черные ножки и все такое. Никакого болота разводить не нужно. Просто мы слегка смачиваем бумагу. Смочила. Берем семена и начинаем их высевать. Высеваю семена я очень-очень часто. Раньше, смотрите, от краешка я отступаю примерно сантиметра, я не знаю, сантиметра два, да? Вот так вот. Это для того, чтобы не сделать первый поворот. Не с семенами его делать, а просто поворот ламината. И вот теперь я начинаю раскладывать. В загущенных посадках, вот именно рассада, вообще не чувствую никакого дискомфорта. А мне кажется, что даже еще и лучше ему. Потому что чем реже сажаешь, тем почему-то получается неудачнее вот эта улиточка, если честно говоря. Дорогие мои друзья, я разложила все семена. Довольно-таки очень часто, если вот так вот я вам покажу, довольно-таки это очень часто. Я думаю, через полсантиметра где-то, где через сантиметр уж как получилось. В общем, чистила, никаких больших промежутков не делала. Теперь я, значит, эти семена буду засыпать землой. Я беру почву и, значит, поддерживая вот здесь вот ручкой, начинаю равномерно вот так вот раскладывать по этой моей дорожечке. Так, раскладываю аккуратненько. Слой у меня получается приблизительно один сантиметрик. Я раскладываю, распределяю и чуть-чуть вот так вот слегка уплотняю, совсем капельку. Семена у меня посеяны от края, значит, подложки приблизительно один сантиметр. От края подложки сантиметрик туда в глубину, прямо на туалетную бумажку, которая обработана фитоспорином. И теперь эту землю я еще разочек увлажню фитоспорином. Я не буду делать никакого болота. Просто слегка я посею в эту землю спору синой палочки, которая будет бороться с патогенами. Это такой агрессор, это хищник по отношению ко всем грибам и гнилям. Поэтому в теплице фитоспорин это у меня помощник номер один. Так, я увлажнила, увлажнила. Сильно я не буду ничего этого такого здесь проливать, вот прямо так, чтобы хлюпало. И теперь я начинаю аккуратненько заворачивать эту улиточку, улиточку-самокруточку. Смотрите, я делаю вот такое движение, но хочу вам сказать, что мы ничего не асфальтируем и не закручиваем рулеты-роллы, понимаете? Мы делаем очень мягко, чтобы корням было где развиваться, понимаете? Чтобы земля оставалась пушистой. Я как бы немножко вот пальчиками вот здесь вот приподнимать помогаю, вот так вот большими пальчиками. А вот этими немножечко вот так вот закручиваю. Вот, причем подправляю немножечко почву с обеих сторон и смотрю, чтобы полосочка закручивалась ровно, без всяких тут спиралей. Итак, мои дорогие друзья, пока все идет прекрасно, все закручивается. Вот так вот я ее пододвигаю сюда и бортик у меня помогает ее держать. Так как у меня много всего и много всего лишнего, то, значит, я отрежу лишнее. Но смотрите, мои семена закончены вот здесь, посадка. А отрежу я приблизительно еще плюс сантиметров 5, для того, чтобы можно было спокойно завернуть, значит, вот этот хвостик улиточки. Можно даже сделать вот так бумагу сюда, значит, чтобы чистая подложка у нас вот так вот оставалась. Итак, мои дорогие друзья, я заканчиваю закручивать. Вот на этом заканчиваются семена, а вот этот хвостик будет просто прилегать. Итак, смотрите, самое главное теперь повернуть, значит, кверху той стороной, где посажены семена. Это очень важный момент. Можно одеть резиночку для купюр, есть такие резиночки для купюр, значит, а можно просто скотчиком вот так вот закрепить, потому что скотч очень хорошо закрепляет эту подложку. Я вот приготовила скотч малярный и вот таким вот образом, значит, я, значит, закрепила мою влагу. И теперь там хватит надолго. Но что я в процессе еще, значит, выращивания в улитке рассады, я что обнаружила и что мне не понравилось. Мне не нравится, когда сверху образуется налет желтый, белый, какой бы то ни было, понимаете, он мне не нравится. Поэтому я всегда мульчирую вермикулитом. Вермикулит это что-то, значит, такое вулканического происхождения минерал. Его нужно совсем немножко. Я беру его вот так вот, буквально две чайные ложечки, сверху насыпаю. Все. Вот таким вот образом. Можно это сделать сейчас, а можно это сделать потом. Потом в процессе выращивания, например, тогда, когда уже семена взойдут. Я ничего не жду, никаких, значит, сюрпризов уже от природы, как говорится. Я уже точно знаю, что там появится, а чего не появится. Поэтому я просто-напросто опережаю события и сразу же мульчирую вермикулитом. Вот. Вермикулит, что он делает? Он помогает сохранить влагу внутри стаканчика. Он, значит, оттягивает излишнюю влагу от шейки растений, которые вырастут. А также он полностью предотвращает появление всех налетов, всех патогенов. Поэтому растения нравятся, и я их балую. Но это блажь, и это не обязательно. Потому что вермикулит дорогой, пачка двухлитровая, стоит около 100 рублей в цветочных магазинах. Я еще немножечко увлажнила. И теперь моя улиточка помещается либо в полиэтиленовый пакет и закрывается. И прорастать она у меня будет в теплом месте. Например, в теплице здесь, где я сейчас нахожусь, у меня есть рассадник. Там специально подогревается пол, да? И сверху освещение есть. А если вы находитесь в квартире, то, конечно же, это все будет происходить у вас на подоконничке. Дорогие мои друзья, можно сделать вот такие приспособления. Например, вы не одну улиточку, а там две поставите, да? И вот такой контейнер разовый. Контейнером другим прикрываете. Скотчиком крепите. Обязательно подпишите флажочек, что вы посадили и какого числа, для того, чтобы знать, а всхожили семена. И, мои дорогие, поджидаем, ждем всходов. Уходы лука пари появляются приблизительно через одну неделю. И в этот момент я снимаю полиэтилен с ящика, и растения уже растут в теплице на открытом воздухе. Уход за луком в улитке, неважно какого, exhibition, пари или какой-либо другой, совершенно он похож, одинаков, заключается в том, что я контролирую поливы. Я контролирую, это не означает, что я постоянно-постоянно бегаю, его поливаю, держу в сыроте. Наоборот, я поливаю улитку только тогда, когда подсохнет она. И это очень важный момент, потому что вечно сырая улитка, конечно же, в ней все погибнет. Будет усыхать лук, увядать, будет плохо себя чувствовать, загнивать, валиться. Ну и, конечно же, я его стригу, не даю ему вырасти выше, чем 15 сантиметров, потому что длиннющий лук тоже ввалится в разные стороны. А стриженный стоит, как салтатик, послушно, все прибрано. И это нисколько не вредит перу, ни капельки. Наоборот, перо крепчает, а корневая система улучшается. Начну я с порея и посажу я его в теплой грядке вот на этом островочке, можно так сказать. Для начала я уберу старую мульчу и разрыхлю почву. Теперь я готовлю борозды. Я вынимаю землю, значит, вот так вот из борозд и накладываю ее в междуряде. Расстояние между борозд приблизительно 30 сантиметров, глубина бороздочки 10 сантиметров. Я насыпаю вовнутрь вот так вот золы хорошим слоем и рыхлю еще разочек внутри землю этой борозды. У меня теплая грядка и внутри у меня, можно сказать, сплошной компост. Если у вас обычная грядочка, то, конечно, вовнутрь вам нужно добавить будет обязательно компост, золу и также все взрыхлить. Как следует взрыхлить вот эту почву внутри борозд. Вот эта земля, которая находится по сторонам, в дальнейшем нам потребуется для того, чтобы лук подсыпать. А теперь мы подготовим лук посадки. Для начала я состригаю вот это вот самые высокие такие растения и теперь я разворачивать начинаю нашу улиточку. Растригаю. У меня лук называется голиаф. Голиаф голландский лук. Далее я улиточку разворачиваю и по мере того, как я ее разворачиваю, я беру лучок и подрезаю у него излишние корни, оставляя сантиметров 5 корней. Складываю для посадки, я беру, отрезаю излишние корни, вот столечко примерно оставляю и вот так вот лучок готовится у меня к посадочке. Отрезаем излишние корешочки на посадку. Теперь я покажу вам, как же я их поставила вот сюда на место. Грядочка моя приблизительно 70 сантиметров и у меня получается 4 растения посажены в одном боровочке. Итак, я беру растение, делаю вот такое посадочное местечко, ну как бы вот раздвигаю в две стороны землю и присыпаю вот таким вот образом, чуть-чуть, слегка нажав, слегка совершенно. Ну вот, следующее делаю через 25-30 сантиметров, такое вот местечко посадочное, беру лучок и также его присыпаю и слегка вот так вот обжимаю, можно сказать, обжимаю. Лук порей посажен и теперь уход за ним будет заключаться только в подсыпании его, но это совсем позже, когда он покрепнет и в мульчировании. Лук порей хорошо принялся за землю, ну как впрочем и сорняки тоже в этой грядочке. Вот, и теперь мой уход будет заключаться вот в чем. Сейчас я буду подрыхлять междурядья, выдерну сорняки, но сорняки я никуда удалять не буду, они здесь уже будут теперь служить удобрениями. Я их буду удалять, но и лучок буду подрыхлять, видите, он у меня в каких канавках находится, а я его буду теперь окучивать, окучивать. Сорняки останутся в междурядьях, а междурядья будут замульчированы скошенной травой. Лучок окучен, получается, что рвов у меня больше нет, а просто уже теперь такая, можно сказать, ровненькая грядка, потому что я окучила этот ров землей. Сорняки положила в междурядьях, и теперь я их замульчирую скошенной травой. Вот у меня приготовлена скошенная трава для мульчи. Готово, вот так выглядит, правда, сложно сейчас понять уже, кто есть кто, но скоро мульча пожелтеет, лучок будет очень сильно видно. Лук порей в июле месяце. Никакого ухода нет, он замульчирован, только редкие поливы, потому что лето очень жаркое. А в обычное лето я и не поливаю, когда идут дожди и погода равномерная. Я заметила у лука порей некую одну особенность. Он крепчает, мужает и увеличивается именно в холодный период. Вот тогда, когда вам хочется его забрать, а мне сейчас очень много пишут, когда же, когда же уже его будешь собирать. А я не буду его пока собирать, и не буду его собирать до тех пор, пока уже не станет совсем холодно. Вот уже полетят белые мухи, да? Вот уже тогда и начну я его уборку. А пока оставляю в земле, потому что именно вот в этот период он становится мощным. Он крепчает, и нога его, вот эта белая, становится плотной и увеличивается просто на глазах. Поэтому имеет смысл не торопиться и оставить его максимально долго в земле. Он очень холодоустойчивый. Такой холодоустойчивый, что весной вы придете его забирать после зимы, а он так же выглядит. Как только приходит время сбора лука порей, я вооружаюсь совочком, вооружаюсь секатором. Совочком отгребаю ров, в который был посажен лучок. Глубоко добираюсь до корней, корни подавдеваю и достаю свой прекрасный и удивительный лук порей. Срезаю с секатором листья. Листья эти вкусные, они имеют луковый вкус. Их можно употреблять в пищу, их сушат, замораживают, их засаливают, кто во что гораст. В общем, мы с вами имеем, ради чего мы с вами растили лук порей, ради вот этой белой ноги луковой. И вот такая она у нас получилась в этом году. Это лук называется галиаф. Несмотря на то, что его щипали дрозды у меня в этом году от жары, дрозды с ума сошли и щипали всю мульчу и все, что зеленое. В общем, по всей видимости, вот как-то на них так подействовало. Пришлось поставить дуги, вот видите, дуги стоят, и закрывать их даже сеткой, защищать, потому что они были просто все защипаны. Думаю, что если бы не этот фактор, то он бы получился еще намного толще. Все-таки это был стресс для растений. Ну, не важно, что было, то было, лук вырос, и все замечательно. Значит, они у меня были посажены в такой ров, и, конечно же, этот ров я немножечко отгребаю, отгребаю, подавдеваю под корешок и начинаю его как бы вот помогать. Ну, как подкапываю, можно сказать, подкапываю корешочек, чтобы спокойно можно было мне достать мой замечательный лучок. Стряхиваем всю земельку. Итак, мои дорогие друзья, вот эти все такие пожухлые листики я оставляю здесь, зачищаю, и прямо же на грядочке для моих почвенных жителей все это и останется. А я забираю домой вот такую чистенькую беленькую ножку. Конечно же, корешок отрежу все почвенным жителям и храню его, нарезав на кольца в заморозке, для заморозки. Ну, мне так больше нравится. Можно хранить в подвале, присыпав корни песком. Тоже долго очень сохраняется. Просто в пакете в полиэтиленовом холодильнике тоже очень долго лежит. У меня сорт Голиаф в этом году. В том году я сажала зимний гигант. Был хороший, замечательный. Этот тоже рекомендую. Вырос отличный. Лучок зачищен от корней. И вуаля, теперь он порезан. И может теперь отправляться хоть в салат, хоть в суп луковый, хоть быть рагу овощным. Куда угодно. Вкус его прекрасный, нежный. И я, конечно же, вам его рекомендую. Например, сегодня я зажарю говяжьи ребрышки. Потом засыплю их своими овощами, которые вырастила все сама лично. Залью бульончиком и затушу. Будет такое чудесное рагу. И, конечно же, здесь участвует лук-порей. Ну и подведем итоги. В природном земледелии лук-порей нам нужно только вырастить рассадой. И высадить в открытый грунт. А потом замульчировать. Больше никакого ухода за луком нет. Потому что все делает мульча за нас. Полоть не нужно. Под мульчей не растут сорняки. Поливать не нужно. Там сохраняется влага. Ничем подкармливать не нужно. Потому что мульчу утаскивают микроорганизмы. Перерабатывают ее. Вырабатывая все необходимое биогумус для растений. Все в очень легкой форме. В прекрасной и доступной для растения. Поэтому замульчировав, мы просто свободны с вами от всех телодвижений дальнейших. Только сбор урожая дальше. А если это видео вам понравилось, если оно было для вас полезно, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие. Да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя. Всем любви и счастья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok